В рассудении денег мы хвалим тех, кто ничего не должен. В рассудении же любви мы воспаляем и почитаем тех, кто остается всегда должником. Уцелимся же в этой истине и соединимся друг с другом. И если кто захочет отпасть, то сам не отпадай и не говори этих холодных слов. Если любит меня, люблю его. Если же не любит меня, правый глаз, то вырывай его. Напротив, когда он не хочет любить, тогда покажи еще большую любовь, чтобы привлечь его. И награды тебе будет больше, когда ты привлечешь нежелающего любить. Если на пир Бог повелевает звать тех, кто не может отплатить нам, чтобы увеличилось воздаяние, то тем более должно делать так и в рассуждении дружбы. Тот, кто будучи любим тобой, любит взаимно, воздаёт уже тебе награду. Тот же, кто будучи любим, не любит тебя, делает вместо себя твоим должником Бога. И кроме того, когда он любит тебя, немного требуется старание, когда же не любит, то имеется нужда в твоей помощи. Не делай же того, что должно быть причиной заботливости, причиной беспечности. И не говори, так как он болен, то я пренебрегаю им. Болезнь – это охлаждение любви. Согрей же охлаждённое. Ведь желание быть сильно любимым происходит от сильной же любви. Когда мы не особенно расположены к кому-нибудь, то не нуждаемся и в тесной с ним дружбе. Хотя бы он был великим и знаменитым человеком. Но когда мы любим кого-нибудь горячо и искренне, то хотя бы любимый был ничтожным и маленьким человеком, мы считаем за величайшую честь ту любовь, которую он внушает нам. Если же ты не умеешь пользоваться братом, то в состоянии ли будешь когда-нибудь правильно пользоваться чужим? Если не умеешь обращаться с собственным своим членом, то сможешь ли когда-нибудь привлечь и соединить с собой внешнего? Почему ты один? Почему не припитаешь многих друзей? Почему не являешься творцом любви? Почему не устрояешь дружбы этой величайшей похвалы для добродетеля? Потому-то, как быть в согласии со злыми особенно раздражает Бога, так и быть в согласии с добрыми особенно радует Его. Не будь со многими в нечестии, готовь себе друзей прежде жилища, прежде всего прочего. Если миротворец – Сын Божий, то насколько более тот, кто делает друзьями, если только примиряющий называется Сыном Божиим, то какой награды не будет достоин тот, кто делает примиренных друзьями. Дьявол побуждает нас быть всем врагами, а Бог повыливает всех считать друзьями и любить. Тот, пригвозив нас к брению и глине, а таково богатство, не дает вздохнуть хотя бы немного, даже и ночью. А этот, освобождая нас от такой излишней и бесцельной заботы, заповедует собирать сокровища на небесах не путем обид другим, а от собственной праведности. Тот, после многих трудов и огорчений, не только не может защитить нас, когда мы терпим на том свете наказание и подвергаемся страданиям за нарушение законов Божьих, но еще и увеличивает пламя. А этот, заповедов нам давать чашу холодной воды, не допускает лишиться нам даже из-за воздаяния и награды, но воздает с великой щедростью. После этого не крайне ли безумие с нашей стороны не любить столь кроткого и обилующего такими благами владыку, а рабствовать неблагодарному и жестокому тирану, который ни здесь, ни там не может принести никакой пользы повинующимся и преданным ему. Итак, не рабчитесь за мои слова. И я ведь про любящего меня сказал бы, что он не тогда, когда только хвалит меня, но когда и обречает цель исправить. Тогда-то особенно и любит меня. Хвалить без разбора все доброе и худое, свойство не другу, а льстецу и насмешнику. Напротив, хвалить за доброе дело и упрекать за проступок – вот долг друга и доброжелателя. Аминь. Баки, Баки, миром Господу помолимся.